всем доброго времени суток с вами канал art money я тапина наталья сегодня мы с вами будем сушить абрикосы у меня есть такие абрикосы но единственное они у меня паданные соседка вот угостила я выбрала более-менее нормальном состоянии не гниющие вот такие или помятые ну более-менее нормальные они такие и сушить мы будем сушильной машине потом я вам скажу сколько часов у меня на это ушло и потом в конце вам покажу в конце видео какие они получились вот сколько часов или сколько дней там посмотрим наверное может быть вот такая вот у меня сушильная машинка самая обыкновенная scarlet вот кнопка включения у нее и температура выбирать от 35 до 70 самая обычная вот марку я напишу ее в описании там scarlet вот она sk421 что не знаю как читается она самая обычная такая вот вот расскажу давайте вам небольшую историю про нее изначально я увидела в эльдорад за 999 рублей она мне понравилась я подумала покупать но я сомневался обычно сомневаюсь я не беру вот я ушла дома стала думать как раз пошла вот эта эпидемия на сушильной машинке именно чтобы вот там сушить овощи и фрукты я подумала блин такая цена всего 1000 рублей думаю почему бы не взять дня 3-4 я думала возвращаюсь обратно в эльдорадо а она там стоит уже две с половиной представляете две с половиной это же вообще это же вообще так дорого я спросила у продавца почему так ну вот цена повысилась вы придите через пару дней она может быть опустится я ушла домой расстроенная ушла думаю что же делать-то думаю ждать что ли и стала ее везде искать нашла в медиамаркете еще пока что за 999 рублей там ее взяла вот она довольно хорошая я очень много на ней сушила очень много часов и обычно даже знаете не часов а несколько суток суток двое трое я сушила на ней боярышник потом его заварила вот как шиповник завариваете вот шиповник на ней сушила малину на ней сушила что-то еще не помню что еще вот сегодня я хочу попробовать абрикос вот абрикос я кстати уже помыла вот просушила его немножечко вот и мы его будем выкладывать на первую или нет не на первую первую мы оставим мы будем класть его на вторую второй этаж чтобы немножечко там не близко чтобы было вот она вот так вот вот первая вот вторая сейчас я поближе покажу вот сейчас будет видно что я и как сделаю мы берем разламываем пополам нет все-таки ножиком надо ножки разламываем и вот так делаем с каждой вот так делаем с каждой я сейчас сделаю и потом вам покажу что получилось чтобы вам не сидеть и не ждать пока я целую чашку сюда разложу ну вот смотрите что получилось у нас получился кстати прям я как раз тюрьку сделала собрала вот они получились насколько я помню температура не должна быть больше 45 градусов иначе убьются все витамины вот когда они чуть-чуть станут поменьше размером чуть-чуть посохнут я вам снова все это запишу и также хочу сказать будет сейчас стоять очень очень ароматный запах запах абрикосов потому что я же до этого делала другие были другие запахи вот приступим ну вот смотрите наши абрикосы вот такие они стали маленькие видите вообще их так стало меньше тут по-моему я одну съела на пробу спустя сутки вот сегодня третий день ночью я не включала то есть она была выключенная ночью вот и наверное полных если по часам получится сутки в принципе она вот уже вся довольно сухая вот такая вот смотрите она стала вот на магазинную конечно не особо похоже хотя магазины там просто косточки вытаскивают и сушат целиком вот но целиком мне кажется это очень долго будет не знаю даже вот но где-то вот местами а вот тут по-моему где-то или не тут я где-то находила довольно сыроватый ну не знаю может быть он подгнил немножечко но в принципе она уже сухая уже я кстати пробовала очень вкусно просто обалденно вкусно самое интересное что запах прям абрикосы не запах даже ну и запах и вкус прям абрикосы просто прям шикарный вот жалко что так мало надо было мне весь мешок этот поставить ну не знаю надеюсь я на даче вот выходные поеду может привезу еще абрикосов и сделаю еще потому что видите их стало меньше помните была картинка предыдущая отмотайте она была полностью заполенена вот ну поняли меня и как бы не было вот этих вот пробелов отсюда съела вот только одно может где-то вот здесь вот вот такое у нас превращение из абрикосы в курагу вот она видите такая маленькая она вообще прям малюсенькая вот стала малюсенькой как пальчики мои вот довольна она уже такая сухая но она у него прям сильно сухая немножко она старовата но уже может быть можно еще чуть-чуть подержать но не знаю я думаю хватит вот держала я ее при температуре держала я ее при температуре сначала 45 как-то я не заметила что у меня стрелка там подвинулась вот потом решила с самой маленькой там 35 градусов Цельсия вот решила держать при ней и вот все оставшееся время она была такой вот маленькой температурой и довольно хорошо пускай медленно но зато там все витамины сохранились она довольно жестенькая уже без мякоти тоненькая даже тонюсенькая стала была помните какая вот с вами мы сделали абрикос мы с вами засушили сейчас будем сушить дальше смотрите следующие ролики что мы там будем сушить будет интересно также напишите в комментариях что вы сушили на такой сушилке напишите какая у вас сушилка нравится ли она вам и что вы сушили такое что-то нестандартное что-то необычное и как у вас получилось не получилось будет очень интересно послушать может быть какие-то вкусняшки там еще сушили может быть кроме того что сушить что-то еще на ней делали в этой сушилке я не знаю короче напишите в комментариях вот с вами был канал артмания я Тапина Наталья подписывайтесь ставьте лайки всем пока 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 пока